В таком состоянии Альтштадт, Лёбенихт, Кнайпхофф жители Кёнигсберга видели в последний раз. Английская авиация в конце августа 1944 года совершает налетно-исторический центр в северную часть города. Впервые используются напалмовые бомбы. Военные объекты остались не тронутыми. Спустя 7 месяцев начинается штурм города Советской Армии. Тысячи бомбардировщиков поднимаются в небо. Целых три дня авиация наносит массированные бомбовые удары, что позволяет наземным войскам овладеть всеми узлами обороны на подступах к центру города. Ожесточенные бои длятся целые сутки. Фашисты не получают ни часу передышки. В течение трех дней в городе царит хаос, смерть и разрушение. Продолжается массированная бомбардировка последнего оборонительного рубежа Кёнигсберга. Авиация наносит бомбовые удары по самому центру. Советские войска входят в центральную часть. Начинается шторм главной неприступной цитадели города – Королевского Запка. На этих кадрах мы видим тех, кто сокрушил последнее укрепление города. Каждому из них будет вручена именная благодарность верховного главнокомандующего маршала Сталина. На башню Дердона водружают красное знамя, обозначающее конец немецкой истории города. Считается, что самой варварской была бомбардировка Трезды. Три дня, три тысячи самолетов вылетов, двадцать пять тысяч убитых. Позор этой страшной акции наши союзники не могут отмыть до сих пор. В штурме Кёнигсберга участвовало две с половиной тысячи советских самолетов. Около двенадцати тысяч самолетов вылетов. Историческая часть Кёнигсберга значительно пострадала. Принимается решение о выселении остатков немецких жителей Германии. Начинается новый период в истории древнего города. По решению постсдамской конференции, большая часть территории бывшей Восточной Паруси отошла к Советскому Союзу. И Кёнигсберг стал советским областным центром. Четвертого июля 1946 года, после смерти всесоюзного староста Михаила Ивановича Калинина, друга из подвижника Сталини, Кёнигсберг по велению вождя получает новое имя – Калининград. Все последующие десятилетия город жестко вытравляет остатки прежней жизни. Поначалу этот процесс носит скорее практический характер. Добротный прусский кирпич и брусчатка вывозятся в другие разрушенные военные города для их восстановления. В первую очередь разбирались развалины в центральных районах. Предстоит воздвигнуть в совершенно новый прекрасный советский город. Главный архитектор представляет проект создания центра. Он оказывается вполне имперским по духу, предполагая спрямление и расширение улиц, которые превращаются в парадные магистраты. Однако из-за смерти Сталина прекрасного советского города не случилось. Тогдашний советский руководитель не сочли нужным уделить Калининграду хоть сколько-то внимания. Начинается масштабная застройка центральной части. К сожалению, основную ткань застройки составляют не периметральные кварталы с капитальными ставинскими домами, а не брежно посаженные панельные хрущевки и брежневки. Закладываются безобразные городостроительные ансамбли. Часть улиц была действительно расширена, часть вовсе исчезла с планов. Что же касается оставшихся исторических памятников архитектуры, то их исчезновение продолжается и после войны. Главным символом города, сохранившимся после штурма Кёнигсберга советскими войсками, был королевский замок. Почти сразу же после штурма в нем начинаются поиски культурных ценностей. Сам замок получил значительные повреждения, но его большая часть уцелена. На фоне памятника Бисмарку до сих пор виднеется главная башня замка. Осталась большая часть западного и восточного флигена. В относительной сохранности находился и внутренний двор замка. И вот эти руины очень органично вписались в послевоенную жизнь Калининграда и даже в таком виде поражали своей монументальностью приезжих, да и самих горожан. Со временем замок начал разрушаться. В 1953 году состояние главной башни замка было признано аварийным. Для подрыва потребовалось 810 килограммов тротила. В последующие годы Калининград наводняют киношники. Замок становится местом проведения съемок кино про войну. В 60-х годах местные власти и общественность поднимает вопрос о восстановлении замка, превращении его в краеведческий музей. Однако Косыгин, находившийся с визитом в Калининграде, узнав об этом, просто пришел в ярость. Музей чему, по русскому милитаризму, чтобы завтра же его здесь не было. Так в 1967 году принимается решение по сносу развалин замка. Чтобы сравнять замок с землей, было использовано несколько тонн взрывчатки. Замок умирал долго и мучительно. Но вот прогремел последний взрыв. И королевского замка, который стоял 700 лет, не стало. В 1972 году на место юго-восточной части замка вбивают 1200 сварь. Начинает возводить монументальное здание советского времени, Дом Советов. Но, что удивительно, здание это до сих пор не построено. Найков, после войны, находится в плачевном состоянии. От былого величия, самого богатого района, Кёнигсберга, мало что осталось. С южным и западным берегом Прегеля остров до сих пор соединяется двумя самыми древними мостами. Плачным и зеленым. Рядом с зеленым мостом до сих пор находится полуразваленная биржа. На самом острове стоят лишь одинокие развалины кафедрального собора. Они сохранились благодаря могиле Канта, куда до сих пор приходят фотографироваться жители. Могила находится в удручающем состоянии. На мраморной плите, искореженной осколками авиабомб, едва читается эпитафия о погребенном здесь мыслителе. Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Во время строительства Дома Советов было принято решение о возведении эстакадного моста через остров. Он перекинут над обоими рукавами прегеля. При строительстве два древних моста были снесены. На месте мостов мы можем увидеть только крепкие кирпичные основания. Поторховые, кузнечные и высокие мосты также не сохранились. Посередине моста имеется пешеходный спуск, а автомобильного съезда на остров нет. Таким образом, северная и южная часть города напрямую никак не связана с островом. Сейчас считают, что переброска моста через Кнайпхоф была стратегической ошибкой, так как мост отчуждает от любого использования почти четверть территории острова. Остатки улиц и фундаменты зданий засыпают землей. На этой почве закладывают парк. У скамеек ставят скульптуры из запасников музеев, разбивают дорожки. Кнайпхоф переименовывает в остров Канта. Страшен Бог без морали, говорил Кант. Кёнигсберг, город Канта, перестал существовать. Так закончился советский период истории Калининграда. В Новой России интерес к истории города возрос. С немецкой и федеральной и российской стороны были найдены деньги на восстановление кафедрального собора. В течение нескольких лет здание восстанавливают и размещают в нем историко-культурный центр. Сейчас собор выглядит почти как в былые годы, когда столица Восточной Пруссии была одним из красивейших городов Европы. Установлены и могилы Канта. Теперь ее окружают резные чугунные решетки, выполненные лучшими немецкими польскими мастерами. В 2005 году на острове Ламзе началась постройка центра «Рыбная деревня». Он представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле. К 750-летию города был отстроен мост, получивший название «Юбилейный». Мост построен на опорах разрушенного во время войны 8-го моста Кенигсберга, который просуществовал всего 40 лет. Но все же исторический центр Калининграда мало изменился в сравнении с советским временем. От старого Кенигсберга до нас дошли два моста – деревянный и медовый. Деревянный мост, отстроенный заново в камне в начале 20-го века, сохранился в неизменном виде. На железной ограде, обильно покрашенной двойным слоем краски, все еще проступает герб старинного города Найпхов. Медовый мост был перестроен еще в 80-х годах 19-го века и сохранился с того времени в почти неизменном состоянии. Остался даже разводной механизм, но теперь мост не разводится. Покрытие разводных частей состоит из буковых досок на проезжей части и дубовых на тротуарах. Сейчас на ограду влюбленные вешают замки. С речки открывается вид на еще один уцелевший памятник архитектуры немецкого времени – здание бывшей биржи, которое было переименовано в советское время в Дом культуры моряков. Биржа уже не составляет зеленым мостом замечательный архитектурный ансамбль. Жители Калининграда уже не интересуют задачи о мостах Кенигсберга, потому что большая их часть просто исчезла. Так же, как исчез королевский замок, всегирхи от штата и любви нихта, университеты и богато украшенные здания на острове Кнайпхов. Но не исчезли духовные памятники, литературные труды людей, оживших в Кенигсберге. Имя философа Канта стало своего рода брендом для современного преднаграда. Имя же Гохмана стало основой главного разоблачения 21 века – мечанской морали и бюргарской жизни, человеческая глупость, подлость, жадность. В общем, все пороки нынешнего общества стали благодаря Гохману темой для обсуждения. Стаска вот к чему должна стремиться, по мнению Гохмана. Хотя не стремится, а жить в ней, жить в городе своей мечты. Каким, например, для хата являлся Кенигсберге. С 2001 по 2008 год в замке велись археологические работы, финансируемые немецкой страной. В настоящее время работы прекращены, финансирование остановлено. Причиной этому послужило непонимание и отсутствие интереса со стороны мэрии города и правительства области. Вопрос об археологических раскопках этого памятника 13 века остается открытым.